Ну что ж, мои дорогие зрители и подписчики, всех приветствую на этом канале. С вами, как обычно, Артём. Сегодня у нас на обзоре будет такой боец-убица-лесник, как Мартис. Этот игрок сейчас занимает 8-ое место в мире за этого героя. Играют он сейчас на 60 с небольшим звёздах. В Максе у него было под 110 звёзд. Обязательно ставь лайк этому ролику, подписывайся на канал. Также, если ты сейчас играешь на ранге Легенда, Эпик, не знаю, начальный мифик и хочешь наконец-то найти себе команду, подниматься по рангу, ссылка будет в описании под видосом на мой телеграм-канал. Переходи туда, мы тебя ждём. И сможешь себе найти команду Дуо, Трио, Фулку, абсолютно не важно, как тебе будет угодно. И, наконец, тапнешь своего заведомого мифика или миф-славу. Сейчас давайте будем наблюдать за этим Челюксусом, как он играет. Сейчас он делает, кстати, убийство по Хаябусе. Не знаю, Хаябуса на что рассчитывал, но без ультимейта, я не знаю, вылетать на Мартиса, это, конечно, это неправильно, скажем так, и опрометчиво было, очень опрометчиво. Сейчас Мартис забирает здесь свой синий баф, и можно идти помогать команде, потому что два бафа есть, три убийства есть, можно пытаться дальше идти, не знаю, фармить что-то, забирать, агрессировать, потому что Мартис достаточно очень сильный герой, который постоянно сидит в банах, и сейчас, да, убивает, убивает, посмотрите, просто Хаябусу без проблем убивает. Дальше, возможно, тоже что-то можно попробовать поделать, возможно, и здесь упадет Минситар, да, делается двойное убийство, но дальше, я думаю, идти уже не нужно. У Клинта есть флик, который он отдает, и дальше, возможно, уже была бы, скажем так, смерть. И просто сняли бы с Мартиса стрик, на этом бы все и закончилось. Так как никак уже 5-0 счет, первым предмет себе собирает Серб, очень хороший на этого героя предмет, но лучше, я считаю, собирать Мартисов танка. У вас урон и так будет, тем более пик там не толстый, хотя нет, слушайте, относительно, да, даже толстоват. Денис Танштоклинг, Савьеры Хаябуса, Нулапу и Минс, но в любом случае, есть же Шиброуди, который может этот жеройк раскинуть, и есть Валентина, поэтому на самом деле неплохо. Плюс еще и скрытое оружие, такое как Алдос, который в Лейте будет просто насиловать все и всяк, скажем так. Сейчас у нас, да, вылетело небольшое объявление, подписчики мне пишут комментарии, очень приятно, тоже обязательно пиши комментарий под этим роликом. Возможно, вылетит твой комментарий, тоже не исключено. Забирается сейчас Дед Черепаха, Хаябуса на нее даже не соизволил прийти, потому что был занят убиванием Алдоса, но не знаю, на что он опять же там рассчитывал, и команда Синих забрала Черепаху, а если быть точности, Мартис ее в соло расчехлил, поэтому норм. Дальше там начинается файт под Т1 у красной команды, Хуфра там залетает, и начинается там какой-то файт, и Хуфра один на один сейчас пытается с Мартисом сражаться, но я думаю, это ничем хорошим не закончится, но Валентина сейчас подходит, возможно, они смогут как-то расчехлить там Минситару, но Минс нажал флик и ушел без каких-либо проблем под вышку. Вот Клинт сейчас есть, но его ловит вторым навыком Клинтса на Мартиса, и все. Сейчас опасненько на самом деле, можно сейчас здесь отлететь, да, и Хаябуса с Клинтом все-таки забирают Мартиса, снимают с него стрик, залутали нормально так золотишко, ну, не очень хорошо. Жмет здесь Хуфра, ничего он не жмет, здесь хукают Мартиса, точнее Валентину под ультимейт Минситара, и забираются здесь три героя. Это, конечно, не очень хорошо. Все, что имели какое преимущество по киллам, сейчас буквально за одну секунду все превратилось в равенство, и на этом как бы все. Лапу-лапу скипает пачку, я думаю, с Алдосом они здесь его заберут, без проблем, ультимейта у него нет, и делает Мартис себе шестой килл в копилочку. Еще есть вкусная цель на виде Ксавьера на миду, но не пойдет, будет зафармливать лес, в принципе, это и правильно. Вот наверху сейчас там файт проходит, Хуфра вместе с Броуди пытаются кого-то выстегнуть, получается у них убить Клинта, но вышка падает, вышка падает. Нет, все-таки Ксавьер убивает, отдает ультимейт и убивает Броуди, отправляет его на базу. На миду сытная пачка, возможно Мартис, нет, не будет ее расчехлять, или будет? Думает идти или не идти, вот в чем вопрос. Нет, все-таки идет, потому что на этот лапу-лапу пошел бы потом испушил Т1. Есть Черепаха, по бафам, кстати, своим не идет, потому что успеет их забрать, а вот Черепаху вражеская команда тоже может забрать, поэтому он решается, в принципе, ее пойти расчехлить. Ну что ж, Хуфра стоит в кустах, светит карту, показывает лапу, тут еще Клинт подходит, возможно, получится убить здесь лапу, но нет, он отдает флик и уходит. Теперь можно Мартису выдвинуться по своим бафчикам, получить золотишко, бафчики и идти уже в бой с нормальными, скажем так, силами. Синий баф здесь забирается, сейчас красный, Алдас там на нижней линии пушит вышечку отлично, дает своей команде немного золота и, скажем так, преимущества, но там на него садятся лапу-лапу, но он все же уходит, уходит. Оброуди делает на верхней линии убийство по Минситару, поэтому, в принципе, нормалек пойдет, и Минситар идет, ну, это еще не Минситар, блин, очень много героев Минситары, Мартис постоянно на букву М путаюсь, а почему не идет дефать, а оставляет, я понял, оставляет Алдосу стаки, потому что Алдос, герой, который зависим от стаков, так же, как и Сесили, нужно ему давать везде, там, особенно добивать крипчиков, и будет все хорошо. Тогда Алдос просто с одного влета может к Савьеру забить два гвоздя в крышку гроба и отправить его на базу, ну, или всю команду просто сможет порешать, там, если хорошо расформиться. Собирает себе Мартис вторым предметом топора кровожадности, дает, который даст ему отхил, и третьим предметом у него залетает антихил, это очень важно, потому что там есть и Минситар, там и Лапу-Лапу есть, там и Хаяба, ну, в принципе, предмет очень хороший будет и зайдет. Вот, сейчас он между двоими героями, здесь очень опасненько, но Хуфра идеально залетает, Мартис его убивает, и дальше бегут, бежит, 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 просто, я не знаю, какой-то спиди-гонщик на Мартисе сразу же набирает обороты и хочет все жрать, когда стакнулся. Наверное, у него в глазах загорается ярость, и начинается здесь что-то непонятное. Залетает он здесь дальше, но я думаю, драться здесь будет опасненько, ультимейта нету, но вот сейчас можно попробовать подойти. Алдос залетает под вышку, должен там, нет, не должен, не убивает он там никого, немножко просаживает Ксавьера по хп и отходит. Дальше идет во вражеский лес, почему бы у Хаябусу, да, не лишить фарма и красного бафа, и забирает здесь без проблем красный баф. Собирает себе третьим предметом уже Господство льда, наконец-таки четвертый предмет, если так подумать, возможно, будет какая-то магическая защита Афина, ну да, в принципе, против Ксавьера, и последним предметом можно собирать Бессмертие, в принципе, идти уже в бой, в соло 1 в 5 рваться, и наказывать противников, и не оставлять им ни единого шанса. Валентина распрыгивается, ой, сейчас Хаябуса здесь, наверное, ошибочку делать нет, все-таки успеет нажать, успевает нажать ультимейт, и добирают на лоу хп, здесь остается, конечно, Мартис, добирают его, и Ксавьер попадает по двоим героям, но Мартис во втором навыке просто неубиваемый, поэтому он выживает. Но, опять же, у Ксавьера, безусловно, еще на 9-й минуте, на 10-й урона особо нету, урона особо нету. Сейчас дальше начинается здесь зачистка леса, похилился, похилился, и есть у нас здесь лорд, и есть клинт на нижней линии, которого крипы спалили. Мартис, конечно, хотел бы его забрать, но в приоритете, конечно, крипов и лорда. Клинт особо там, клин-клин, как это правильно сказать, клин-клином не сошелся на клинте. Поэтому вот так вот, команда подходит, Броуди, Валентина, и еще Алдос, я думаю, сейчас пока Хуфра там зонится, дает по себе просвет, чтобы в него все давали, и команда синих забирает без каких-либо проблем лорда, и получает лишнее золото, и с этим лордом можно сейчас будет пробовать заканчивать игру, почему бы-то и нет. Но, опять же, очень важно, как я всегда говорю, найти какой-то желательно килл перед лордом, или два вообще килла в идеале, и будет гораздо проще закончить. Ну что ж, лорд выдвигается у нас по нижней линии, пачки не толкают никто, для того, чтобы одновременно, скажем так, подошли все крипы по всем лайнам, чтобы можно было пушить, чтобы можно было пушить. Хайбусы сейчас срываются здесь, я думаю, его, возможно, накажут. Нет, все-таки на тенях он здесь уходит, и Алдос сразу же отправляется за ним в погоню. Не щадят здесь Алдоса, хуфра троих прижимает здесь, точнее двоих. Отлично пока что получается, раз убийство, Мартис делает двойное убийство, возможно, еще что-то получится. Нет, все-таки отдает здесь флик к Савьер, тройное убийство не будет, здесь не будет, но лорд идет по нижнему лайну, можно сейчас будет Т2 спушить на меду, и, возможно, пытаться в Т3 с лордом заходить. Тем более там Хайябуса один, надо идти обязательно, Синебав здесь забирают, и Броуди пушит Т2. Лорд практически фулл ХП заходит под вышку, Мартис начинает здесь распрыгиваться, но... Ой-ой-ой, здесь все герои... Броуди, куда ты идешь, братик? Ах, неправильно, надо сражаться. По итогу, в общем, с этим лордом смогли забрать только Т2 на меду, но на самом деле тоже неплохо, каждая вышка уже хорошо. Но, конечно, ой-ой, сейчас Хайябуса убивает танка Хуфру и отправляет его на базу. Даже не разменяли, скажем так, не споймали, не словили, хотя Броуди, в принципе, мог бы попытаться вторым навыком его бы как-то стопорнуть бы. Но, видимо, не получилось, не повезло, не фортануло, пацан к успеху шел, как говорится. Ну что ж, четвертым предметом залетает у Мартиса это щит Афины против Ксавьера. Не знаю, на самом деле, правильно, неправильно ли это. Мне кажется, лучше бы какую-то физзащиту собрал, шиповку, либо древнюю Кирасу, потому что там один маг урон, и против него собираться, ну, не знаю, на самом деле, под вопросом. Но, ладно, как-никак Мартис топ-8 мира этот игрок занимает, поэтому ему виднее, ему виднее. Вот сейчас лорд уже, точнее, будет через полминуты практически вставать. Сейчас можно пройтись, забрать, толкнуть лайны, забрать вазончик. Бафы, возможно, сейчас уже скоро появятся, можно их забрать и выходить на лорда. Мартис собрал себе последним предметом бессмертия. Сейчас доджит, скажем так, хук Минситара своим вторым навыком. И вот сейчас здесь на синем бафе, возможно, будет какой-то файт. Хуфра залетает через флик, хороший дает стан. Я думаю, здесь Алдоса заберут. Врывается здесь лапу-лапу, но ничего не сделает. Алдос отдает флик, но здесь слишком много жирных героев. Возможно, получится еще кого-то убить. Валентина убивает здесь лапу-лапу. И Алдос дальше идет чисто без скрипа, скажем так, он для играть по вышке. И Клинт уже на самом деле очень больно дамажит, это видно. С первого навыка там, скажем так, треть лица отлетает. Савьер еще просто по четверым героям вкидывает. Стоит лорд, и можно его идти пытаться здесь забирать. Потому что в команде противников, если они сейчас заливаются на лорде, то для них игра заканчивается. Им, наверное, лучше, не знаю, пытаться его как-то дефать, потому что это будет, наверное, самое правильное решение. Здесь Мартис через базу идет, на самом деле, непонятно зачем. Есть, в принципе, крипы, в которых он мог бы похилиться, которые в лесу стоят плюс баф, но ладненько. Раз так решил, значит так решил. Уже у него счет 10-1-3, 12 тысяч фарма, и стоит лорд, которого начнут они забирать после синего бафа Мартиса. И я думаю, с этим лордом они смогут подзакончить. Но это не точно. Будем наблюдать за этим. Будем наблюдать за этим. Но команда противников даже не идет. Не идет они этого лорда как-то контестить, забирать. Но, в принципе, это непонятно. Аудас на себя внимание какой-то отвлек. И команда противников... Попытка была, конечно, от Ксавьера застелить лорда. Кстати, у меня был такой случай, когда я играл против Ксавьера, и Ксавьер у нас забрал лорда. Да, это, конечно, было просто... И мы эту игру, к сожалению, еще и проиграли. Но ничего страшного. Здесь Мартис подзасмайтил. Нет, он даже не смайтил, он просто его забрал. Вот сейчас смайт отдает. Лорд выдвигается по нижней линии. Я рассчитываю, что они смогут закончить с этим лордом. Потому что дальше уже, если фарм уже приблизительно будет одинаково на минуте 17-18, уже практически все герои будут иметь все предметы, за исключением, возможно, каких-то танков, роумеров. И уже будет игра строиться от какой-то ошибки. Если зальется одна команда, другая победит. Если, к примеру, там, команда красных. Ну, понятно, если красных зальется, они проиграют. Если команда синих зальется, скорее всего, они тоже здесь проиграют. Лорд уже заходит, заходит прямо, скажем так, патрон. Хуфра там залетает, прижимает троих героев. Заливается урон, Валентина распрыгивается. Но это, наверное, все. Минус 4 здесь делается. Снимается бессмертие с Хуфрой. Игра по трону. И да, это победа. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал. А я с тобой прощаюсь и говорю тебе пока.